Я не люблю Лукаш, например. Ну, не люблю, она мне не нравится. Чему? Ну, потому что она соратница Януковича и очень себя нехорошо вела во время Майдана. И она для меня ассоциируется с подавлением демократических стремлений людей. Она очень такая наглая, я бы сказал. Я вообще не люблю наглых людей. Она наглая, просто наглая. При этом, я же не говорю, что она плохой юрист. И я не говорю, что она не профессионал. И я не говорю о том... Она очень высококвалификованный юрист. Я же сказал, что я не говорю о том, что она плохой юрист. Я говорю о том, что она представила вместе с Андреем Портновым, которого я очень уважаю, потому что он специалист высочайшего класса. Она представила с Андреем Портновым свою трактовку событий на Майдане. И я не могу пройти мимо этого. Я не могу сказать, что раз мне не нравится Лукаш, что мне не нравится эта трактовка. Нет. Я справедливый человек. Я хочу правду. Только правду. Вам нравится эта трактовка? Тогда иначе задам вопрос. Я ее воспринимаю. Я считаю, что и так могло быть. Я когда-то Армена Борисовича Джигарханяна, моего любимого, с которым мы дружим, я ему говорю, скажите, а вот можно было так сыграть, можно же было и так сыграть. Он мне говорит, он мудрый такой человек. Он говорит, был когда-то такой армянский классик живописи Мартирос Сарьян. Он смотрел на картину и говорил, и так может быть. Может быть и так, и так. Вообще возможно все. Возможно все в майбутнему, але щоб поставити крапку в справах Майдана, треба знатися істину. Для этого мы с вами и есть. Для того, чтобы придавать гласности всевозможные версии, заслуживающее уважение, и пытаться искать истину.